Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава Ваера. В этой недельной главе освобождение начинается со слов «И услышал я голос сынов Израиля». Какой такой голос услышал Бог? Мудрецы говорят, что речь идет о молитве. О той молитве, которую вознесли уже в отчаянии сына Израиля Богу. В тяжелой, трагической ситуации сила молитвы невероятная. Молитва вообще сама по себе является уникальным усилием, не имеющим равных по возможности воздействовать на этот мир. Если бы человек умел до конца молиться правильно, как Машара Бейн или кто-то другой, кто может прямо пройти к небесным весам, он может переворачивать мир. Молитва – огромная тайна. Молитва – это большая наука. Ей учится всю жизнь. Но если мы говорим, что именно надо сделать в первую очередь, то практиковаться надо. Надо, как всему другому, молитве надо учиться день за днем. Все больше пытаясь раскрыть свое сердце. Надо уметь это. Вы получили возможность, представьте себе, предстать перед самым великим царем царей. Директору вызывают, человек готовится, куда, что, как я одену, что пойду. А здесь царь царей. Ты можешь каждый день пред ним предстать. Ты можешь получить все, что угодно. И он может быть наказан, так как ни один день не может наказать. Представляете, как, по идее, должен человек готовиться к этой молитве. Надо понять, что слова молитвы, когда мы взываем о помощи, говорим, что услышь нашу молитву, ты, который знаешь сокровенное, так обращаются к Богу. Мы даже не знаем, как нам надо молиться, в общем-то. Все, что мы делаем, это мольба о помощи, какая-то семиминутная нужда. На самом деле молитва должна быть абсолютно другой. Душа жаждет духовного, и мы не в состоянии выразить ее потребности. Вот почему мы просим просто Бога внять нашим призывом о помощи и проем семью, знающего там сокровенное. Услышь безмолвный плач нашей души, которая плачет, потому что душа человека в этом мире плачет. Это не ее мир. С молитвой связано очень много законов. Готовясь к молитве, мы не должны забывать, в первую очередь, что, когда человек идет на молитву? Благотворительность. Почему везде стоят такие коробочки, куда бросают монетку? Потому что сказал царь Давид, сотворив справедливость, буду созерцать лик твой. Что имеется в виду? Это же в законах о молитве говорит. Прежде чем ты подойдешь, увидишь лицо Бога, дай дзадаку, дай какую-то помощь. В молитве человек всегда просит, чтобы его просьба была удовлетворена в каких-то потребностях. Но ты прежде чем это сделать? Покажи, что ты тоже готов что-то помочь, что кому-то что-то сделать. В синагогах везде в мире стоят такие маленькие коробочки, называется дзадаката. Брось эту бумажку. Надо дома иметь эту, обязательно такой, детей приучать к этому. Это очень важная вещь. Надо настроенным быть на молитву. Весь день вы работаете, не чувствуете себя усталым. Почему начинать чувствовать усталым, когда приходит время молитвы? Молитва не должна быть похожа на ношу, которую несет человек с нетерпением, ждущий как ее сбросить и побежать. Нельзя молиться, будучи озабоченным, обеспокоенным. Раньше люди вообще по часу, по полтора настраивались на молитву. Молитва это когда человек убежден, что для Бога нет ничего невозможного. Вот тогда его молитва действенна. Есть люди, которым предназначено даже получить намного больше, чем они имеют. Они никогда по-настоящему не молились и не просили. Я услышал стон Израиля. Опять-таки, с чего этого начинается. Расскажу одну историю короткую. У Балшемта был такой обычай, когда кутан такой большой тайной. Каждый раз на исходе шабата он устраивал поездку в какое-то неизвестное место. Брал с собой несколько учеников. Они ехали туда, извозчик опускал вожжи, и лошадь сама туда ехала. Однажды после шабата Балшемтов сказал своим ученикам присоединиться к нему в поездки. Они приехали к одному еврею-крестьянину. Очень бедненький дом, благочестивый, очень богобоязненный человек. Он был так рад увидеть такого человека, как Балшемтов. Подготовил стол, там что осталось из стола. К неогромному удивлению, Балшемтов обратил за крестьянин, и сказал с этим недовольным. Это все? Это все, что ты можешь дать? Надо еще дать еды. Ну, хозяин в шоке. Там побежал по соседям, через 10 минут принес, занял все это. Балшемтов говорит, нет, это мало, это не годится, давай еще. Ну, печальный хозяин, он побежал, никто не дает, забился за печь, просто плачет Бог, говорит, Бог, ну пошли мне возможность принимать людей. Все, не прощавшись, все, Балшемтов уехал. На следующий год, они берут своих друзей, еще раз к этому еврею, приезжают, они, готовая рухнуть хишина, превратилась в огромный терем, посуда дорогая. Хозяин на встречу прибежал, говорит, вы знаете, у меня такое благословение с того дня пошло в жизни. На обратном пути ученики обратились к Балшемтову, говорят, что? Он говорит, знаете, сказал Балшемтов, с небес хотели дать этому человеку богатство, но он всегда довольствовался тем, что имеет, и никогда не молился о большем, да вообще толком не молился по-человечески, так, чтобы попросить. не хватало молитвы, чтобы пришло все к нему. Вот когда мы создали ему такую ситуацию, год назад, когда я попросил у него еды, я подтолкнул его к такой молитве, и судьба его изменилась. Молитва это не дай мне то, что я желаю, это дай мне то, что хорошо для нас. Кто знает, может быть, любое желание, которое мы выпрашиваем, может превратить нашу жизнь в ад. Еще Бернард Шоу, знаете, как сказал, в жизни с нами происходит два вида трагедий. Первое, когда мы не получаем то, что просим, а второе, когда получаем то, что просят. Вот дай Бог, чтобы наши просьбы были такие, чтобы шли нам на пользу и исполнялись. Браха в Эцлахан.